Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. С таким девизом граждане СССР покупали машины. И для многих это так и было. Но все же во все времена каждый автолюбитель старался сделать свой автомобиль лучшим, не похожим на другой. Выделиться, так сказать, из толпы, чтобы все обращали внимание именно на его машину и восхищались ей. И тут фантазиям не было предела. Выдумывали и удивляли разными способами. И, конечно же, время Советского Союза не стало исключением. Посмотрим на то, как тюнинговали свои автомобили во время, когда не было такого разнообразия на прилавках магазинов, как сейчас. Советские автолюбители с давних пор искали способы скрыть от посторонних глаз себя и салоны своих машин. К тому же на автомобилях с темными стеклами ездили в основном партработники, что являлось демонстрацией статуса владельца. Доступной тонировочной пленки тогда почти не было. Поэтому простые автомобилисты выходили из положения, как умели. Так в Советском Союзе появились машины с занавесками на окнах. Не то, чтобы совсем колхоз. Некоторым удалось ограниченно подобрать занавеску к цвету автомобиля. Но выглядело это все равно странно. Сейчас с запретом тонировки у машин с занавесками есть шанс вернуться на наши дороги. Более практичные водители, но того не меньше любители всего красивого и эстетического, предпочитали занавескам бахрому. С бахромой на стеклах даже в аскетичном и спартанском салоне советского автомобиля станет более уютно. Почти как дома. Ручка КПП с розочкой и не только. Особой гордостью автолюбителей того времени была розочка на рычаге механической коробки передач. Такая розочка, которая словно застывшая внутри прозрачной льдинки, была вожделенной и доступной мечтой для каждого водителя. Как начинающего, так и опытного. Раньше считалось, что эти красивые украшения для автомобилей, ровно как и ножи с подобными цветными ручками, делали своими руками заключенные. Что в принципе является истинной правдой. Вот только занимались этим прикладным искусством не только они. Их изготавливали и токаря в свободное от работы время. Их ручки получались особенно красивыми, потому что в работе они могли использовать фрезерный станок, что позволяло сделать рисунок внутри насадки просто идеальным. Их делали и просто так, для себя, для друзей, для собственного удовольствия. Но в трудные 90-е для многих умельцев это еще был и способ выжить, заработать на пропитании себе и своей семье. Фары. Светотехника стала первой деталью, с которой советские автолюбители начали проводить свои опыты. Изначально замена фар была продиктована насущной необходимостью. Заводские фары часто были плохо загерметизированы, и внутрь попадала влага со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кто мог достать фары, сразу же их менял. Кто не мог, накапывал внутрь немного тормозной жидкости, которая абсорбировала влагу и избавляла от проблем. Фары, к тому же, приобретали нестандартный оттенок. Многие пытались защитить фары с помощью специальных или самодельных сеток. На фарах авто можно было увидеть металлические заслонки, как у военных. Верхом автомобильного пижонства считалось заиметь комплект противотуманных фар. Стоили они дорого, да и достать их было непросто. Наиболее модными были не круглые, а прямоугольные фонари, как на раллийных машинах. У самых крутых дело не ограничилось парой фонарей характерного желтого цвета. Можно было встретить автомобили и с четырьмя, и с шестью передними противотуманками. Нестандартные шины. Переделку шин можно назвать одним из самых негативных моментов того, как тюнинговали автомобили в СССР. Многие автолюбители были настоящими фанатами гоночного спорта. И, конечно же, они хотели хоть немного, но приблизиться к своим кумирам. Поэтому на автомобиле устанавливали кустарно сделанные широкие колеса, похожие на гоночные. Умельцы изготавливали колеса разварки из двух обычных колесных дисков. На нестандартные разварки устанавливали самые обычные шины. И при вхождении в поворот на большой скорости такие шины выгибались дугой. Из-за этого машина теряла всякую управляемость. И хорошо, если она просто улетала на обочину и обходилась без жертв. В некоторых случаях любители советского тюнинга прощались с жизнями. Глушитель. Главным атрибутом колхоз тюнинга СССР был и остается граммоподобный выхлоп. Глушители, не соответствующие никаким нормам шума, в лучшем случае купленные на рынке, а в худшем сваренные самими автолодельцами из подручного материала. Всегда они привлекали внимание окружающих к сидящему за рулем. Конечно, существуют и профессиональные спортивные выпускные системы, но подавляющее большинство редчащих автомобилей на наших дорогах не имеют с ними ничего общего. Антистатик. В мороз каждый из нас сталкивался со статическим электричеством, когда касался двери своего автомобиля. Советские водители решали эту проблему при помощи двух резиновых полосок, которые получили в народе название антистатик. Гаражные спецы считали, что таким образом можно заземлить кузов машины и избавиться от статического электричества. Легенда эта не имеет никакого научного обоснования, ибо резина не проводит электрический ток. Кстати, даже сейчас на некоторых отечественных авто можно встретить подобное приспособление. Наклейки, буквы и лозунги. Минимальный, казалось бы, способ тюнинга приклеить яркую наклейку на кузов или панель приборов. По советским временам тоже был в диковинку. На помощь пришла заграница. В дружественной ГДР производились переводные наклейки с изображением женщин. Часто ими украшали гитары. Но и автомобилисты были не прочь поместить немецкую красавицу на панель приборов своей ласточки. Затем появились переводные овалы с буквами SU, совет Union, предназначенные для выезда на машине за рубеж. Но большинство автомобилистов никогда не были за границей Великой Империи, а наклейки все равно радовали глаз. В это же время на бамперах машин стали появляться шутливые надписи «Не верь жене» и «Тормозам». «Удачи тебе, браток!» «Дорога не космос!» и многие другие. Подобные надписи были криком души и лицом самого автовладельца. Оплетка на руль Подобная вещь практиковалась в основном у водителя грузовиков, но была распространена и у владельцев легковушек. В некоторых случаях оплетка служила делу утолщения рулевого колеса. Например, на автомобилях ВАЗ-2106 был очень тонкий руль. И тогда его оплетали изоляцией от проволоки. Некоторые распаривали шланг для полива и натягивали его на руль. Оплетку еще делали из снятой с проволоки электроизоляции. Тогда процесс тюнинга превращался в настоящее искусство. Руль требовалось тщательно оплести тугими косами электроизоляции. С первого раза сделать это получалось не у каждого. Причем это сейчас схему плетения можно было посмотреть в интернете. А тогда ремесло оплетки рулей было особым таинством. Игрушка на фаркоп Весьма своеобразное украшение появилось в среде советских автолюбителей. Прицепное устройство, оно же фаркоп, венчало голова куклы Маши, купленной в детском мире. Со стороны такое украшательство напоминало нечто варварское. Но автомобилисты уверяли, что подобным образом фаркоп можно было защитить от коррозии. После нескольких поездок с прицепом, да еще и в грязь, кукла становилась похожа на зловещего мертвеца. Поэтому эстетика такого приспособления тоже была весьма сомнительна. Позже на место куклы стали резиной щенки, уточки и зайцы. Точно неизвестно, когда и как возникла такая традиция. Скорее всего, от советской неустроенности и креатива тех времен. Впрочем, до конца непонятно, почему для защиты автомобильных фаркопов были выбраны именно поддержанные детские игрушки. На современных зарубежных автомобилях для защиты фаркопов используются специальные колпаки. Но то, что у нас такая защита превратилась в удивительное постсоветское культурное явление, несомненный факт. Массажная накидка на сиденье. А вот этот аксессуар знаком нашим людям и сегодня. Специальная накидка на сиденье, изготовленное из дерева, служила советским гражданам в качестве простой альтернативы различным поясничным подпорам и электрорегулевкам кресел. Еще бы! Ведь не секрет, что сиденья отечественных машин были относительно бесхитростными. И в дальнейшей дороге у водителей неизбежно начинала ныть спина. Правда, насколько хорошо от боли в спине защищали массажные накидки, остается спорным. Однако это не мешает некоторым водителям использовать их и в современных автомобилях. Вентилятор. В наши дни автомобильный кондиционер превратился в стандартную опцию, которая есть даже на моделях эконом-класса. А вот в советское время кондиционеры устанавливались только на самые престижные машины и спецтехнику. Редкие иномарки не в счет. Как же освежались советские водители в жару? Правильно, с помощью открытых окон. Но некоторые шли дальше и ставили в салон специальный вентилятор. После развала Советского Союза на автомобильный рынок пришло долгожданное разнообразие. И нужда в кустарных украшениях для выделения из серой массы отпала. Ну и сегодня элементы тюнинга СССР нет-нет, да и можно встретить на отечественных автомобилях. Ну а пока я тебе очень советую посмотреть видео про масштабные стройки СССР, которые до сих пор никто не смог повторить. Нажимай прямо вот сюда и наслаждайся рассмотром. На сегодня все. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока.